Доброе утро, Ставропольский край. Меня зовут Вадим Москаленко. И самое время для наших новостей. Так, коротко о некоторых темах выпуска. Давайте обойдемся без воды. Попросили участников совещания в Новоселецком районе. И это прозвучало парадоксально. Ведь главная тема – как не оставить аграриев без воды. Конкретные планы уже есть. Важное – о влажном. В сюжете Леонида Нечапуренко. Они не смотрят по сторонам, идут в наушниках и перебегают дорогу в неположенных местах. Сотрудники ГИБДД города объявили охоту на пешеходов-нарушителей. Подробности рейда в репортаже Екатерина Сегеда. Начнем с того, что касается каждого. До конца года на Ставрополье должны закупить новое современное оборудование для краевых лечебных учреждений, больниц, поликлиник, а также ввести в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов и центра оказания онкологической помощи. Такой будет на базе Кисловодской городской больницы. Ускорить темпы реализации национальных проектов в регионе призвал губернатор Владимир Владимиров на расширенном заседании, которое прошло в правительстве края. Участники обсудили также вопросы, связанные с составлением проектно-сметной документации, заключение контрактов, взаимодействие с подрядными организациями. Глава Ставрополья обратила особое внимание на строгое соблюдение графиков строительства. Как прозвучало, в крае уже возводят ряд объектов из сферы здравоохранения, появятся новые и по линии образования. Исполнение задач, связанных с реализацией на Ставрополье нацпроектов, остается на постоянном контроле губернатора. Ну, интересно, кстати, что крыши больниц, школы, детских садов в крае вскоре могут обрасти солнечными батареями. То есть учреждения могут стать в электрическом плане абсолютно независимыми. В Краевом Минпроме обсуждают с одним из инвесторов новый зеленый проект. Например, вот план строящейся школы в городе Михайловск на тысячу мест. Здание будет немаленькое, энергии нужно много. Добавляем черный панцирь из солнечных батарей. Вот здесь он постепенно появляется и в будущем учреждении еще и экономит на коммуналке. Для отдаленных сельских районов это, кстати, вариант бесперебойной подачи электричества. Это, к слову, для Ставрополя не первый опыт. В селе Старомаревка прямо сейчас растет крупнейшая в стране солнечная электростанция. В общем, настоящее экологичное будущее. Будем следить за этим проектом. Ну и еще об использовании природных ресурсов. Водные вопросы Ставрополя обсудили на земле и в воздухе. Наш регион посетил глава департамента мелиорации Минсельхоза России Дмитрий Сорокин. Он облетел на вертолете самые крупные каналы водохранилища Края. А затем поучаствовал в совещании, где обсуждалось их будущее. Как превратить засушливые поля в территории рекордной урожайности, расскажет Леонид Нечапуренко. Совещание по развитию мелиорации прошло на берегу водохранилища Волчьи Ворота. То есть участники собрались в месте, где воды много, чтобы понять, как помочь территориям, где ее мало. Сейчас в Ставропольском крае 240 тысяч гектаров орошаемых земель. Задача, которую поставил губернатор, увеличить эту цифру еще как минимум на 100 тысяч гектаров. Но прежде чем договориться на берегу, участники провели осмотр с воздуха на вертолете. Вот внизу виднеется Большой Ставропольский канал. Сейчас идет второй этап строительства четвертой очереди. В этом году на работы потратили больше полумиллиарда рублей. В следующем выделят столько же. Главную водную артерию Ставропольских полей станут развивать и дальше. Уже обсуждается пятая очередь. Ну а теперь, как на ладони, видны водохранилища. Игорлыкская, Отказненская, Горько-Балковская, Грушевская. На большинстве объектов также продолжается реконструкция. Причем порой деньги вкладывают сами аграрии. Отрадно видеть, что есть инвесторы, частные инвесторы, которые вкладывают достаточно большие средства. Оставить это без внимания, конечно же, нельзя. В связи с чем будем развивать вопрос механизмов. Ну вот их мы сейчас и обсудим. После облета совещание. Пожалуйста, никакой воды попросил перед его началом глава краевого Минсельхоза Владимир Ситников. Прозвучало парадоксально. Ведь участники как раз решали, как сделать, чтобы воды было много. Например, только расширение Горько-Балковского водохранилища позволит выращивать в три раза больше хлопка, чем сейчас. А картофель с кукурузой вывести на урожайность мировых стандартов. В федеральном ведомстве пообещали поддержку в самых амбициозных ставропольских планах. Наша цель это максимально использовать потенциал сегодня растительных систем, которые есть в крае. Сегодня губернатор поставил задачу 100 тысяч, но потенциал с учетом дебета воды до миллиона гектаров мы можем запускать под орошение. Вы только вдумайтесь в эту площадь. Сегодня 4 миллиона гектаров мы обрабатываем, миллион мы можем завести под орошение. Это полностью изменит структуру производства и полностью изменит объем производства продукции. Участники сидели в зале под названием «Жемчужный». И пусть на дне каналов и водохранилищ края жемчужин не найти, там все больше бесполезный ил, который нужно чистить. Главное сейчас обеспечить достойный уровень софинансирования бизнесменам, что вкладывают свои средства в развитие мелиорации. Если бюджетная поддержка достигнет уровня в 50%, пришедшая в засушливые территории вода станет богатством и драгоценностью сама по себе. Вспомнили аграрии про непредсказуемую ставропольскую погоду. Еще недавно во многих уголках края лежал снег, а теперь тепло и сухо, будто вернулась весна. Именно стабильное и надежное орошение поможет земледельцам не зависеть от природных капризов и не гадать на количество осадков. Тогда сельское хозяйство продолжит развиваться, а жизнь в орошаемых территориях будет бить ключом, совсем как вода в этой трубе. Леонид Нечапуренко, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Идем далее. И теперь предлагаю вспомнить, как и где вы переходите дорогу. Всегда ли только по пешеходному переходу? Наверняка не все ответят положительно. Сейчас немного статистики. С начала года только в Ставрополе произошло больше 160 ДТП с участием пешеходов. В них 11 человек погибли и 163 пострадало. Причем сами пешеходы спровоцировали 35 аварий. В итоге трое лишились жизни из-за собственной невнимательности. Чтобы изменить ситуацию, сотрудники ГИБДД проводят операцию пешеход. Почему же мы нарушаем правила вопреки здравому смыслу? Екатерина Сегеда присоединилась к рейдам. Две минуты назад проезжал, здесь никого не было. Сейчас вот человека сбили только что. Совсем недавно эти страшные кадры облетели соцсети. В Ставрополе 70-летняя женщина погибла под колесами лады. Она перебегала дорогу в неположенном месте. А вот тот же самый участок дороги, который сняли на видео буквально на следующий день. Люди словно забыли о вчерашнем происшествии. И как ни в чем не бывало, продолжают рисковать своей жизнью. В связи с участившимися происшествиями дороги, с участием пешеходов, сотрудники ГИБДД организовали операцию пешеход. В рамках рейдовых мероприятий проводится профилактическая работа как с пешеходами-нарушителями, так и с водителями, которые не предоставляют преимущества в движении человеку на пешеходных переходах. Вместе с сотрудниками полиции мы выехали на один из оживленных перекрестков Ставрополя. И почти сразу первый нарушитель. Не пропустил пешехода и нарушил разметку. А почему вы не пропустили пешехода? Не видели или что? Да, по рабочим делам спешил. Спешка для этого водителя обошлась дорого. Ему придется оплатить штраф в размере полутора тысяч рублей. Отличились и пешеходы. Хотя в нескольких метрах от этого участка дороги есть пешеходные переходы, но, видимо, так быстрее. На ту сторону мне нужно, поэтому пошла. Так а тут же нет пешеходного. Вдруг бы вас раздавили? Сменили бы. Ну, надеялась, что нет. Не буду больше. В машине сотрудников ДПС уже не так весело. И никакие заговоры не помогли. Отвечать за проступок все равно придется. А этот мужчина, видимо, и вовсе решил, что он неприкосновенный. Нарушил правила, а на замечание инспектора лишь махнул рукой. За ним нам пришлось буквально гнаться. Мужчина вел себя агрессивно и выполнять требования полицейского не собирался. Телефон набирай. Вы сейчас препятствуете моему закону требованию. Убирай телефон. Ты не имеешь права меня снимать. Попытки побега сразу вызвали подозрения у сотрудников. Им ничего не оставалось, как применить силу, согласно статье 20-й закона о полиции. Сядьте машину. Зачем мне принять? Я не буду сядь здесь. Происходящее не оставило равнодушными и прохожих. Я ему рассказал, вон там, постойте, пожалуйста, вот здесь. Постойте, пожалуйста, вот здесь. Вы на данный момент, не разобрав ситуацию, начинаете понимать. Я не паникнула. Документов у нарушителя при себе не оказалось. Агрессивного пешехода отвезли в отдел полиции для выяснения личности. Забегая вперед, скажу, что уже в дежурной части выяснили, что мужчина был пьян. В отношении него составили два материала. За переход в неположенном месте и за невыполнение законного требования полицейского. Рейд для нашей съемочной группы в этот день завершился. Но нарушители остались. Ну вот, пожалуйста, снуло отъехать в патрульной машине, как люди вновь начали переходить дорогу в неположенных местах. Шесть ребенка. Ничего не бояться. А зря. За 10 месяцев этого года в ДТП с участием пешеходов погибли 11 человек. И больше 160 пострадали. Не забывайте, что известное выражение «пешеход всегда прав, не спасает жизнь». За переход дороги в неположенном месте для пешехода предусмотрен штраф 500 рублей. Наверняка найдутся те, кто скажет, что сумма невелика, можно заплатить и забыть об этом инциденте. Но так ли молаться на собственной жизни? Ведь каждое нарушение ПДД может стать последним. Не пренебрегают правилами Екатерина Сегеда, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Если вы любите искусство в любом его, даже самом смелом виде, то вам обязательно надо посетить выставку молодых художников «Природа бинарности». Она открылась в Ставрополе. Там представлены картины начинающих авторов из разных регионов России. В экспозицию вошли больше 140 произведений. Не только живопись, но и графика, скульптура, инсталляции, арт-фото и цифровое искусство. В работах молодые художники представили свои рассуждения о правде и лжи, свободе и вседозволенности, созидании и разрушении. Выставка открыта для посещения до 24 ноября. Ну а что будет сегодня с погодой, расскажет моя коллега Яна Лукошкина. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, уважаемые телезрители Своего ТВ. Хорошая почти летняя погода никак не хочет покидать Ставрополье. Кстати, этот четверг обещает быть самым теплым днем месяца. Так что не упустите момент и насладитесь вовсю солнечными деньками перед холодной зимой. Итак, прогноз синоптиков на 7 ноября прямо сейчас. В Ставрополе 7 ноября малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью до 8 градусов выше нуля. В Изобильнинском городском округе и Новоалександровском районе небо ясное. Температура днем плюс 21, ночью 10 градусов выше нуля. В регионах Кавказских минеральных вод также тепло. В Пепегорске минеральных водах, в Кисловодске ясно. Плюс 18 днем, ночью 8 градусов выше нуля. Легкий ветер. В общем, отличная погода для прогулок. Переходим к восточной территории Ставропольского края. В Арсгире, Дивном, Ипатово, Нефтекумске и Буденовске ясно. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса. Ночью до плюс 10. Осадков не ожидается. А теперь о погодных явлениях, происходящих далеко за пределами Ставропольского края. Сильный дождь и ветер сдвинул баржу, которая еще в 1918 году застряла в скалах над Ниагарским водопадом. Люди с нее были спасены, а само судно простояло на этом месте 101 год. Теперь же стихия переместила баржу со скалистой области в верхних порогах, ближе к водопадам на канадской стороне. Сотрудники Ниагара Паркс продолжают следить за судном. По их мнению, баржа может застрять в новой ловушке еще на много лет. На этом о погоде все. Увидимся на Своем ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok